Соня, приветствую. Во-первых, спасибо тебе за твое время, еще раз за то, что нашла возможность с нами пообщаться. Скажи, пожалуйста, первый вопрос, наверное, самый главный, это как твое здоровье, как здоровье твоих близких и как вообще протекает жизнь, ничего ли плохого не случилось, все ли в порядке во время этого сумасшедшего дома, который сейчас... Спасибо большое за вопрос, все, слава богу, хорошо, все замечательно, все здоровы, все сидят по домам. Как вообще обстановка в Л.А., видны ли какие-то изменения в твоей жизни? Я, конечно, понимаю, что композиторская жизнь, она как была в пещере, так и, собственно, она и осталась, но тем не менее, может быть, какие-то изменения, что-то в худшую, что-то в лучшую сторону, может быть, для тебя? Ну, ситуация сейчас такая, что сейчас просто все productions, все съемки приостановлены, поэтому вот мы ждем все, когда они начнутся. Вроде пока ориентировочный разговор о том, что они могут начаться в августе или где-то в сентябре, поэтому пока они не начнутся, мы все будем продолжать сидеть по студиям. В принципе, конкретно для композиторов ничего не поменялось, вот, ну а так сейчас действительно все сидят и просто ждут, когда индустрия вернется на круги свои. Но какие-то уже подвижки к этому есть? Подвижки есть, да. В марте-апреле все было прямо вот в таком формате, а сейчас уже идет разговор о том, как вернуться productions, каким образом все это будет осуществляться, пока еще все равно много чего непонятного, но уже разговоров на эту тему много. Поэтому надеемся, что скоро. Слава Богу. Главное, что все живы-здоровы и все в порядке. Ты знаешь, вот у меня на самом деле есть такие коротенькие, я, наверное, еще раз для всех озвучу, что вы можете присылать свои вопросы в чат, я их буду видеть, и мы максимально построим наш разговор на каком-то общении с аудиторией, хоть она такая и для нас невидимая, что я очень, кстати, не люблю этот формат онлайн. Но, тем не менее, кстати, в этом есть плюс, потому что у нас есть возможность вот, например, с тобой пообщаться на таком большом расстоянии и все такое. Вот, поэтому задавайте свои вопросы, я их читаю, начну пока со своих. Смотри, я бы хотел, чтобы ты вкратце, может быть, просто здесь есть люди, которые не так хорошо с тобой знакомы, чтобы просто вкратце немножко рассказала сама про себя, чтобы, может быть, это был какой-то с важными для тебя вехами рассказ коротенький, да? Коротенький. В твою жизнь. Вот. Ну, какой-то, какой-то такой вот сумму про себя. Ну, коротенький рассказ, это очень сложно. Я даже не знаю, как это все суммаризировать. Всем привет, меня зовут Соня. Я родилась в городе Санкт-Петербурге. Дальше я закончила Гнесинку в городе Москва. Да, после этого моя карьера сложилась так, что я сначала поехала учиться в Беркли в Бостоне, потом в UCLA в Лос-Анджелесе, и дальше я осталась в Лос-Анджелесе, и сейчас я работаю в Лос-Анджелесе уже очень давно. Пишу музыку к фильмам, работаю с разным количеством студий. Из последних моих проектов это был шоу The Witcher, Ведьмак для студии Netflix. Из других проектов Amazon Studios, The Romanoffs романовые, по Стивену Кингу от студии Paramount, The Mist, на русском «Гла», по-моему, называется, Sacred Lies от студии Blumhouse. Очень много разных проектов, так что я этим занимаюсь здесь очень давно, вот если это очень вкратце. Да, на самом деле, вот по твоему краткому рассказу буду задавать тебе некоторые вопросы. Давай. Скажи, пожалуйста, вот ты в Гнесинке на композитора училась, да, уже? В Гнесинке я училась на двух отделениях, я училась на композиторском и на фортепианом. Угу, угу, понятно. Потом, значит, поехала в Бостон, да? Да. И вот я прочитал в интервью, что ты там сразу подавалась на стипендию. Ну, конечно, разумеется, потому что в Америке система такая. В Америке образование все платное и очень-очень дорогое, поэтому вариантов учиться без стипендий – это просто был абсолютно невариант. Вот, поэтому, разумеется, и когда я ехала в Беркли, когда я поступала в Беркли, я подавала на стипендию, и я сразу же получила сначала почти полную, а потом буквально вот после следующего семестра полную стипендию. Скажи, пожалуйста, а ты вот до этого, до того, как уехать еще, здесь уже начинала сама как-то ковыряться в этом во всем? То есть, ну, грубо говоря, это же все не с нуля происходит, там как-то ты начинаешь быть заинтересован, там изучаешь программы, изучаешь, где и вообще есть образование, то есть что вообще этим хочешь заниматься, и как бы вот билет. Вот расскажи, до этого что-то ты делала здесь, может быть, для кино или нет, или сразу решила там начать, как бы, грубо говоря? В плане индустрии, конечно, на тот момент в России я не работала, потому что это было очень давно и очень рано, но, конечно, мне это всегда было очень интересно, потому что мне всегда была интересна композиция, мне всегда были интересны фильмы, поэтому мне была интересна вот эта история, передать какую-то историю, storytelling через музыку. Поэтому музыка к фильму меня всегда заинтересовала, и уже к моменту окончания Гнесики мне было понятно, что мне нужно развиваться дальше именно в этом направлении, ну, как-то в России на тот момент никаких таких вариантов не представлялось. Я знала, что программа в Беркли, она, в принципе, лучшая в мире, одна из самых лучших в мире даже на сегодняшний день, поэтому было понятно, что стоит ехать туда. На тот момент, ну, во-первых, у меня был уже очень большой опыт по композиции, потому что на тот момент я выиграла очень много международных конкурсов как по композиции, так и по фортепиано. В плане изучения различных программ у меня было очень хорошее представление разных программ, понятное дело, что не на том уровне, на котором я это делаю сегодня, но на каких-то таких зачаточных уровнях, да, мне это все было известно, я это все очень хорошо представляла. Поэтому, как бы, в Беркли я ехала уже с конкретной целью развиваться именно в этом направлении. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот на Беркли хотел бы немножко поподробнее остановиться, мне кажется, это было бы даже интересно для нашей аудитории. Хотя это и есть в интервью афиши, да, но можешь вот просто какие-то твои прям самые неприятные и самые такие сложные вещи, с которыми ты столкнулась, припомнить? Что для тебя, помимо, наверное, я не знаю, языка, может быть, или наоборот, с языком было просто какие-то самые жесткие? Ну, неприятных вещей не было никогда, потому что у меня всегда была цель перед собой, поэтому я ехала туда с определенной целью, которую мне надо было достичь. А языковых проблем у меня не было, потому что у меня всегда был очень хороший английский, понятное дело, что, может быть, на тот момент он не был на таком разговорном уровне, но он всегда был очень хороший, поэтому с языком вопросов не было. Наверное, самый сложный момент, это был именно момент стипендии, потому что мне нужна была полная стипендия, потому что иначе моя семья просто никаким образом не могла бы поддерживать мое обучение в Америке, поэтому первый семестр я просто ходила абсолютно по всем офисам, по всем деканам, стучалась везде и говорила, мне надо повышать стипендию. Вот, в общем, в результате они ее повысили. Ну, классно, классно. Ну, а так вот, если по чесноку, конечно, понятно, что с какими-то основами теории гармонии композиции, естественно, это не про Беркли. То есть, что для тебя было самым нужным, помимо программ, может быть, даже? Вот что другое? Беркли очень интересная система обучения, потому что она очень как бы кастомизированная, в плане того, что у нас образование строится, вот ты поступаешь, да, и вот у тебя есть определенные предметы, которые надо взять. В Беркли ты очень много всего выбираешь под себя в зависимости от твоего отделения. У меня было отделение Film Scoring, музыка к фильмам, поэтому, когда я поступила в Беркли, я изначально оттестировалась от всего того, что идет до этого отделения, потому что, опять же, есть какие-то теоретические классы, там всякие Harmony Year Training, бла-бла-бла. Ничего этого у меня вообще не было, потому что я от всего этого оттестировалась, поэтому таким образом я свое обучение сократила ровно до, по-моему, двух лет. Оттестировалась, в смысле, ты сдала экстерном? То есть, я это все сдала экстерном, и мне не надо было вообще ничего из этого брать, поэтому я сразу же стала заниматься именно Film Scoring, поэтому мое обучение там на тот момент... Это что? Вот ты говоришь, именно Film Scoring. Что было конкретно? Ой, ну это так давно было. Это было исключительно классы Film Scoring, начиная там... Например, ну их так же много было. Нет, ну как раз все говорят, там, вот, там, какое-то американское образование, там, что это лучше, там. А в чем конкретно? Вот мне просто, как организатору и участнику в Московской школе кино этой истории, мне интересно... Я могу тебе рассказать, как это было, это было давно, это было уже больше 10 лет назад, понятное дело, что образование в Беркли, оно все время совершенствуется, все время меняется в зависимости от технологий, поэтому как это происходит сейчас, у меня такой информации, разумеется, нету. А как это было более 10 лет назад, это очень концентрированный курс, который, ну это исключительно Film Scoring, то есть начинается все с каких-то таких основ, тебя знакомят, что это такое, с чем это едят. Вот, какие-то определенные понятия, слова в индустрии, да, то есть какие-то определенные моменты, с которыми тебе надо быть знакомым, будучи именно композитором к фильмам, работая в этой индустрии. Все образование, оно строится на то, как происходит это в индустрии в Лос-Анджелесе непосредственно. Вот, далее начинаются уже более такие подробные классы, более подробные с технической стороны образования, оно очень нацелено на всякие программы, на техническую сторону вопроса, потому что эта профессия, она, огромная часть этой профессии, это именно техническая профессия, поэтому без серьезных технических навыков это просто не вариант. Поэтому эта сторона вопроса очень развивается в образовательном процессе, а очень много классов нацелено на какие-то, ну да, на какую-то драматургию, как именно вот писать музыку к фильму, да, потому что между писать музыку и писать музыку к фильму, это совершенно разные вещи, поэтому как писать музыку именно к фильму, как чувствовать фильм, да, какие сцены, предположим, подразумевают вот это, а какие сцены подразумевают вот это. Прямо пожар, грубо говоря, да? Ну да, то есть вот так вот все пошагово-пошагово. У нас было очень много записей разных. У нас были записи с какими-то камерными ансамблями, с более большими ансамблями. У нас были записи с оркестром, мы дирижировали оркестрами. Вот очень много всего этого было. То есть это был такой очень-очень концентрированный курс. Понятно, понятно. Ну и все-таки, вот курс курсом, понятно, что самое, наверное, главное в нашей профессии, да и в любой, наверное, это какие-то профессиональные контакты, общение и так далее, и так далее. Вот потом, значит, поехал в университет Калифорнии. Это который? Это который имеется в виду Торнтон или Экстернтон? А это UCLA называется. А в UCLA у них нет, это разные вещи. Это другая программа, не самая лучшая. Расскажи. UCLA, то, что где я выпустилась, это UCLA, это сам университет. У них есть программа, мастерс программа, тоже по музыке к фильму. Для меня это было вообще, почему я туда поехала, потому что на тот момент я была иностранным студентом, то есть у меня была виза студенческая, поэтому мне просто логичнее было продолжить мое обучение в Лос-Анджелесе, потому что на тот момент я поступила как в Нью-Йоркский университет, так и в Лос-Анджелес, и логичнее было продолжать это обучение, нежели чем... Потому что после визы тебе дается один год, чтобы ты легально работал, ля-ля-ля. Поэтому вместо того, чтобы брать вот этот один год и быть в Лос-Анджелесе, один год в Лос-Анджелесе – это ничего. Поэтому это было логичнее продолжать обучение, они мне дали полную стипендию, поэтому это было очень здорово, потому что таким образом я смогла переехать в Лос-Анджелес, и я начала знакомиться с различными режиссерами, сценаристами, продюсерами, строить различные контакты, поэтому это было очень здорово в этом плане. То есть это UCLA, но это как-то не «фильмскоринг» называется? Это «фильмскоринг». Это «фильмскоринг». Да, у них есть UCLA Extension, это другое совсем. А почему ты говоришь, что «плохое»? Почему? Расскажи. Мы сейчас на русском ТВ, ну, в смысле, не ТВ, а... Ну, она считается такая, не самая хорошая. В USC, например, очень хорошая программа тоже, но, насколько я помню, там инди нет. Да, да, там нет степени. Не, ну, там как бы сложнее все, ну, не будем об этом. Смотри, вот еще такой профессиональный вопрос. Ты как бы чувствовала, что после Бостона у тебя какой-то еще левелап? Или это было просто очень такое нужное для тебя время, чтобы познакомиться просто с людьми и так далее? Ну, они, да... Компетные вещи, которым ты, скажем так, доучилась больше. Ну, смотри, как бы, когда ты учишься в школе, это все равно все, как бы, школьный уровень, да, уровень университета. Поэтому университет тебя может к индустрии подготовить, ну, вот до определенного уровня только, да. Дальше это уже быть в индустрии, набираться опыта. Поэтому вот именно этим, по сути, я и занималась на начальных каких-то этапах в Лос-Анджелесе. Это именно как-то набираться этим опытом. Я работала для очень многих композиторов, я знакомилась с очень многими людьми, я вечно ходила на все там семинары, мастер-классы. Поэтому вот это, наверное, были самые первые шаги. Понятно. Так, сейчас у нас тут какие-то еще вопросы начали появляться. Но сначала, раз уж мы дошли до бизнеса... А, еще вот какой вопрос не задал. Скажи, пожалуйста, вот, а потом получается такой, на самом деле, очень технический вопрос. Ты с визой как разобралась? На О-2 визу подала или на грин-карт, или кто-то сделал? У меня сейчас грин-карта, это определенный процесс, да. Если ты приезжаешь учиться в Америку, то сначала это студенческая виза, дальше это OPT, это такой extension к студенческой визе, дальше это артистическая виза, дальше следующий этап – это грин-карта. Поэтому я прошла все эти этапы. Понятно, понятно. Вот, смотри, закончил ты учиться, да. Как дальше? Или у тебя уже на момент учебы уже была такая заваруха, уже все закрутилось и было даже некогда? Или какой-то у тебя был, ну, не знаю, как это назвать, просадка, как угодно. Мне всегда было некогда, потому что мне всегда все очень интересно, и мне всегда хотелось быть вовлеченной в максимальное количество проектов, чтобы иметь максимальное количество контактов. Поэтому у меня сразу же появилось очень много разных проектов. Сначала это были, наверное, какие-то студенческие фильмы, дальше это уже стали фильмы, которые пошли на разные фестивали. У меня были фильмы на фестивалях по всему миру, это было по всей Америке, это был Sundance, South by Southwest, все остальные. Это был Каннский фестиваль. То есть дальше пошли вот эти фестивали. Был проект Player Piano, который был один из самых первых проектов, которые я стала делать. Этот проект, который мы делали со Стэн Ли. Стэн Ли — это основатель компании Marvel Comics и создатель всех супергероев, таких как Человек-паук, Железный Человек. Поэтому со Стэном мы стали создавать проект Player Piano, в рамках которого я делала такие виртуозные, фортепианные, не только аранжировки различных тем для фильмов, ТВ и игр. Дальше мы снимали такие классные клипы на все это. И за это у нас было миллионы и миллионы просмотров. Поэтому это был один из таких самых первых проектов, который требовал от меня большое количество времени. Поэтому сразу все очень сильно закрутилось. Понятно, понятно. Скажи, пожалуйста, вот еще технический момент. Наверное, тоже всех всегда интересует, те, кто начинает. И он также связан, наверное, и с… Ну, как сказать. Короче, момент такой. Вот понятно, что в LA, в Америке и так далее есть вообще такое понятие, как индустрия. Соответственно, есть деньги на живых исполнителей, на вот это все и соответствующее качество выходит. Не будем про это говорить. Я думаю, что те, кто здесь, они и так об этом знают. Смысла в этом нет. Но на первых этапах ты все равно все сам должен делать максимально круто с точки зрения звука и так далее. Были ли у тебя с этим и остаются ли с этим какие-то проблемы? Или, может быть, у тебя были какие-то ассистенты? Или ты с каким-то там звукорежиссером? Или, опять же, училась там, ковыряла все, как это обычно бывает в интернете, YouTube, какие-то обучалки в университете? То есть техническая часть, она как бы в нашей профессии… Ну, сейчас так вообще, то есть не… Ну, то есть если мы говорим там про время там Уильямса, да, какого-нибудь, хотя оно, кстати, никуда не ушло, я не про это. А про то, что сейчас немножко как бы про другую музыку, но мы еще про это поговорим попозже. И очень важен саунд, да. Скажи, пожалуйста, как ты с этим живешь? Тем более круто, что ты девушка, и такие крутые саундтреки очень классно звучат, и вот про это хотелось бы поговорить. Ты абсолютно прав, да. Техническая сторона вопроса – это невероятный важный вопрос в этой индустрии. Поэтому если ты как композитор к фильмам не обладаешь серьезными техническими знаниями, то как бы надо начинать. Поэтому, да. Вот может быть какой-то совет для молодых, как начинать? Понятно, что надо фигачить там, работать и так далее, и это все ясно. Ну, так сложно сказать, где надо начинать. Но для меня, наверное, самое начало всего было, ну, не начало, но активно это все развивалось именно в Беркли, потому что, опять же, Беркли – техническая сторона вопроса, она очень хорошо освещается. Поэтому дальше, конечно, с опытом и с карьерой все это совершенствуется. Студия становится больше, оборудование становится тоже больше. Поэтому это невероятно важный вопрос, и надо обязательно уметь и знать, как это делать самостоятельно, потому что даже если ты доходишь до такого момента, что у тебя есть ассистенты, есть люди, которые могут тебе все настроить и сделать, это здорово и замечательно. Но это уже нужно для того, чтобы сэкономить тебе время, как композитору, чтобы ты мог концентрироваться на других вещах. Но ты, как композитор, абсолютно обязательно должен быть в курсе всех программ, в курсе всех софтвер, плагинс, потому что без этого качественно создавать музыку к фильмам – это невозможно. Сейчас у тебя вообще есть такие ассистенты? У меня есть. И когда они появились, и когда они появились, и что ты делегируешь между ними? У меня есть ассистент, появился ассистент у меня достаточно давно. У меня ассистент занимается более такой организаторской стороной вопроса, потому что все равно как бы технические процессы, композиторские процессы, они все равно интегрированы. Так, я тут пытаюсь сейчас просто сформулировать и вопросы из чата и со своими. Вот важный момент, связанный также с ассистентами и так далее. Тайм-менеджмент, да? И немножко можешь окунуть в процесс тайм-менеджмента на примере, ну, любого, любого, там, я не знаю, эпизода или, может быть, в общем, хочется услышать, может быть, какой-то самый такой стрессфул, да, момент для тебя, и был ли он вообще, и как ты с этим справляешься, и вообще тайм-менеджмент твой, и ты ли этим занимаешься, или, может быть, ты как-то это тоже, там, так как вы работаете с Джоной, ну, про него еще я тебя попрошу рассказать отдельно, и вот, может быть, вы как-то это вместе все, если, вот, грубо говоря, вот есть проект, да, он там через неделю, как вы это все распределяете? Все очень зависит от проекта, все всегда по-разному. Ну, вот если брать пример Ведьмака, да, это был мой весь прошлый год, когда ты работаешь в этой индустрии в LA, у тебя свободного времени нету, это 24 часа 7 дней в неделю. А Ведьмак у нас целый год, весь прошлый практически мы были в него вовлечены, это была чуть-чуть нестандартная ситуация, потому что обычно, как композитор, ты вовлекаешься активно в процесс на этапе post-production, то есть это уже последний этап. В нашем случае все было совсем по-другому, потому что нам надо было написать песни, которые должны были быть отсняты, нам надо было написать танцы, которые тоже должны быть, сначала должна была быть поставлена хореография, а потом должны были быть съемки, поэтому мы начали работу над Ведьмаком, наверное, где-то в октябре 2018 года, поэтому сначала это было написание огромного количества музыки, которой нужно было для съемок, далее мы писали разные тематические сюиты для разных персонажей, у нас была тематическая сюита для персонажей Гералта, для Сири, для Йеннифер, для Нилгард тоже, поэтому еще до того, как мы непосредственно стали работать с монтажом, у нас уже было написано где-то полтора часа музыки, да, плюс-минус. Пока мы писали эти полтора часа музыки, параллельно мы сделали еще два фильма. Дальше работать непосредственно с монтажом мы начали, наверное, где-то в апреле 2019-го. Post-production office, то есть офис, где проходило все как бы post-production, то есть все редактирование эпизодов, монтаж, все это находилось в Лондоне, поэтому вся эта команда была в Лондоне, вся наша музыкальная команда была здесь, в Лос-Анджелесе, все наши музыканты в том числе, поэтому у нас работа, в принципе, шла на два континента и происходило так, что где-то часов в 9 утра мы начинали здесь, в студии, вот, дальше много всяких e-mail, все то, что по Лос-Анджелесу, все вопросы, которые надо разрешить. Дальше мы работаем часов, наверное, до 12 ночи, в 12 просыпается Лондон, вот, и дальше, наверное, часов до 5 утра мы, у нас активная переписка с Лондоном по поводу всего того, что нам надо решить с Лондоном, вот. Ну и вот так это было в 9 утра снова все начинается. И так, наверное, это где-то было до октября, до ноября, до ноября, наверное, 2019-го года, а потом с ноября до декабря мы сделали второй сезон Sacred Lies, поэтому весь прошлый год это было с утра до вечера. Понятно, понятно, ну, жесть, конечно. А как ты вообще в таких условиях выживаешь? Занимаешься ли там спортом или как-то, ну, то есть это же надо фигачить прям? Ну, насколько это возможно, иногда это просто невозможно, потому что времени на это просто нету, поэтому повозможно. И в таком режиме практически постоянно существуете, да? В таком режиме абсолютно постоянно, да. И все так постоянно существуют, по крайней мере, твои какие-то там коллеги, то есть, ну, все равно так все живут, да? Слушай, раз уж речь за славить Макея, я хотел о нем чуть попозже поговорить, но понятно, что там такой выстроен мир на основе кельтских всяких дел, на основе там, ну, скажем, обобщим это словом народных, этнических, да, вещей, связанных так или иначе с какими-то сольными инструментами и определенными тембрами, которые сопоставляемы с персонажами, да? Так вот суммирую. Помимо этого, там еще много чего другого, и вот, может быть, это как раз я отвечу на один из вопросов от аудитории. Помимо Живага, какие библиотеки там были использованы? Это понятно, что такое как-то... Там практически никаких библиотек не было использовано, потому что там практически, ну, практически все абсолютно было записано вживую, потому что мир ведьмака, как ты уже сказал, это действительно такой разнообразный мир, который включает в себя такое количество существ. У нас есть люди, у нас есть эльфы, гномы, огромное разнообразие монстров, да? Поэтому вот это разнообразие этого континента, оно требовало от себя такого же музыкального разнообразия и наполнения. Поэтому, чтобы это осуществить, мы нашли огромное количество инструментов. Эти инструменты были специально сделаны для этого саундтрека. Они приехали к нам абсолютно отовсюду. У нас были инструменты, которые приехали из России, из Армении, из... Слушай, а вот я хочу прервать немножко. Вот расскажи, ты говоришь, приехали инструменты. Вот мне, честно говоря, сложно там в России, хотя есть, конечно, примеры, сложно представить себе ситуацию. Например, мне нужен там, я не знаю, ну какой-то специфический инструмент, да, там в другом континенте, там, со склятой. Я, значит, звоню продюсеру и говорю, вот нам нужен инструмент. Или как? Или вы сами заказываете, договариваете с музыкантами. Технически это как происходит? Ну, опять же, зависит все от того, как бы какая цель и что тебе нужно, да? Да, в нашем плане нам нужны были определенные инструменты, определенные этнические инструменты, определенные исторические инструменты, типа Hurtigrity. Вот как это было? Это был... Сначала это был большой research процесс, да, то есть мы понимали, что нам надо, какие инструменты. Дальше мы искали, где эти инструменты можно найти, да. Большинство из этих инструментов, например, даже тот же самый Hurtigrity, это не те инструменты, которые можно взять и купить. Очень многие из них, они должны быть изготовлены. То есть есть такие makers, которые делают, создают эти инструменты. Поэтому очень много из этих инструментов было именно создано, конкретно для этого саундтрека. В Америке у нас был создан Hurtigrity из Армении. В Армении был создан дудук для нашего музыканта, который записывал соло на дудуке. Очень много разных инструментов. Например, Bering Bow — это бразильский инструмент, но один из самых лучших, мейкер в Bering Bow, он находится в Венгрии. Поэтому в Венгрии он нам создавал этот инструмент. Обычно Bering Bow — это тот инструмент, который не настраивается. Вот этот конкретно мейкер в Венгрии, он ему может делать, который настраивается. Поэтому этот инструмент создавался в Венгрии. Поэтому этот огромный research процесс, когда ты смотришь, какие инструменты тебе нужны, и, соответственно, где их можно достать. Какие-то инструменты, разумеется, просто покупались и заказывались. Поэтому вот таким образом... Понятное дело, что мы очень много инструментов записывали с разными музыкантами и солистами, но вот между мной и Джон и мы на двоих самостоятельно записали более 60 инструментов на этом саундтреке. Опять же, потому что наш континент такой разнообразный, что он требует этого разнообразия в музыке. Поэтому вся музыка к Ведьмаку, она, наверное, на 98-99 процентов она вся полностью записана именно вживую. Окей, 1 процент, что? Ну, слушай, насчет разговора про библиотек. Опять же, все относительно и все индивидуально. То есть нету такого ответа, что вот эта библиотека или эта библиотека. Во-первых, у нас большинство библиотек — это именно наши библиотеки, это библиотеки, которые мы записывали уже на протяжении многих лет. Поэтому это кастомизированные наши звуки. Относительно всего остального, в принципе, это абсолютно все то, что есть в маркете. Это и Speedfire, это orchestral tools, это все что угодно. То есть нет какой-то одной библиотеки, которая разрешит все твои вопросы. Это постоянное сочетание огромного количества библиотек. Поэтому... Ну, понятно, да. Слушай, хорошо. Вот такой интересный вопрос. На самом деле, очень, наверное, для всех актуальный. Как ты считаешь, реально ли начать свою карьеру в российском кино и России и постепенно перейти на зарубежный рынок? Ну и повторю ваши вопросы. Как попасть в Голливуд? Как бы тема у нас сегодня заявлена, но на самом деле мы уже, наверное, ответили на этот вопрос. Поехать учиться и все такое. Ну, если как бы конкретно цель Лос-Анджелеса, индустрия американская, да, то я думаю, наверное, как и в самой любой индустрии, чтобы преуспеть в индустрии, надо находиться именно там, где она существует. Поэтому если цель именно Лос-Анджелес, американская индустрия, то, конечно, надо находиться здесь. А в плане российской индустрии перейти на международный рынок, ну, а почему нет? В России огромное количество режиссеров, замечательных режиссеров, огромное количество фильмов, которые идут на различные международные фестивали, там, Каннский фестиваль, Венецианский, Берлинский, да. Поэтому, конечно, почему бы нет? Но это еще, мне кажется, вот это очень частый вопрос, и вообще вот эта манящая надпись «Голливуд» и все такое. На самом деле очень много людей просто не понимают, и мы сейчас немножко с тобой про это поговорили, тот режим, в котором все существуют ради того, чтобы сделать всем остальным весело. Это абсолютно брутальная индустрия, в которой она не оставляет тебе никакого времени на что-то еще. То есть ты живешь, спишь, живешь абсолютно вот это все в этой индустрии. Да. Вот все-таки ты мне не ответил на мой вопрос из серии, но на самом деле, может быть, я его да не задал. Смотри, вот ты говоришь, мы заказывали там инструменты и все такое. Нет, нет ли, это я сейчас плавно перехожу, у меня тут есть бумажка с пометками, где у меня написано про Россию, про тренды, про ведьмака, про планы и так далее. Вот, и я сейчас плавно перехожу к моменту, тоже всех интересующему, но обычно, конечно, об этом не говорят, об этом молчат и все такое. Сейчас мы немножко с тобой попытаемся, я не говорю, что сможем, но поговорим про деньги. Смотри, я так понимаю, что когда ты приступаешь к какому-то проекту, вот тебе принесли проект, сказали там, есть вот там такая-то история. Говорят ли тебе твой бюджет, или ты его сама озвучиваешь? И в процессе работы, допустим, вот над Ведьмаком, это же как бы, это же, ну, не придумаешь, грубо говоря, за один день, что тебе нужно этот инструмент, там, заказать его, это все время, как бы, на это все нужны деньги, и понятно, что есть там одни продюсеры, которые говорят, окей, там, трать, все такое, бюджет безграничный. А есть как бы другой вариант. Тебе сказали там, у нас есть там столько-то тысяч, столько-то сотен, столько-то миллионов на проект. Вот как, допустим, было на Ведьмаке, или, может быть, на других проектах тоже, и если есть какие-то цифры, и их реально проговорить, то мы их можем проговорить. Если не хочешь, мы их не будем проговаривать. Ну, так как у нас БДС, то... Все очень зависит, все очень индивидуально, то есть какого-то одного ответа на этот вопрос нет. Во-первых, финансами я не занимаюсь, у меня для этого есть агент, который занимается всеми моими контрактами. Значит, как это происходит, да, меня нанимают на конкретный проект, да, там, ТВ-шоу, фильм. Мой агент вступает в negotiation со студией, и дальше они negotiate какой-то fee, называется, да, то есть какой-то финансовый... Финансовый приходит к какому-то финансовому соглашению, да. Понятно, это соглашение, оно строится из того бюджета, который изначально студия хочет потратить, и имеет возможность потратить в рамках того или иного проекта, и из того, как бы, к какому бюджету я обычно привыкла, да, или какой бюджет я хочу видеть, поэтому это вот какое-то определенное соглашение вот между вот этими двумя моментами. Дальше подписывается контракт. В этом контракте все прописано, да. То есть есть какой-то твой композиторский fee, да, вот, есть другой бюджет на запись, да, и дальше ты работаешь в рамках этого бюджета, вот. Ну, то есть там с Ведьмаком было вот примерно так, да? Ну, да, конечно, но это так на всех проектах. То есть у тебя есть определенный бюджет, с которым ты можешь работать, либо в нему может быть, например, все включено, то есть и твой композиторский fee, да, и там оркестровщики, там инженеры, музыканты. Это может быть, называется package deal, да, то есть вот в этот пакет это все включено, да. А дальше ты, как композитор, уже сам разбираешься, каким образом тебе разделить этот бюджет, да. Либо это может быть другого плана бюджет, то есть вот есть твой композиторский fee, да, а дальше как бы расходами уже на запись занимается непосредственно студия. Это уже другой план бюджета, вот. Поэтому чуть-чуть все зависит, и зависит от проекта реально. Ну, как бы начинающему композитору жить можно и хватает на жизнь, грубо говоря. Начинающему композитору на жизнь не хватает, абсолютно нет. Начинающий композитор с такими моментами сталкиваться даже и не будет, потому что это все то, что приходит совсем-совсем дальше. Со студиями начинающий композитор работать не будет, потому что никто начинающего композитора не наймет. Вот, начинающий композитор, дорогу начинающего композитора, это, наверное, все-таки быть ассистентом какого-либо уже крупного композитора, да, и, наверное, это такой, наверное, самый стабильный заработок именно для начинающего композитора. У тебя была такая история? Ты была чем-то ассистентом? Я была ассистентом разных композиторов, но для меня это было очень недолго, потому что мне всегда было интереснее развиваться именно в самостоятельном направлении, поэтому в плане, чтобы набраться опыта, обязательно, да, у меня это было, но, опять же, недолго, вот. Но очень многие начинающие композиторы занимаются именно этим, потому что, во-первых, это стабильно, во-вторых, таким образом ты набираешься опытом и дальше уже как-то можешь самостоятельно развиваться. Понятно, понятно. Скажи еще вот такой момент. Про тайм-менеджмент мы поговорили, про money-менеджмент, если так можно сказать, мы поговорили. Наверное, один из самых главных вопросов это стресс-менеджмент, потому что, как ты сама сказала, что, как бы, это жесть и все такое, но ты человек позитивный и все время на улыбке, все время куча энергии. Бывали ли у тебя какие-то... Я тебя все в какой-то... Пытаюсь это... Да-да-да-да, я и смотрю с каждым вопросом. Поговори, плохо ли тебе было. А ты говоришь, нет, нет, хорошо, у меня все было классно, и вообще, и все будет хорошо. Были ли какие-то моменты, или, может быть, даже не жести, да, но какие-то для тебя, ну, неразрешенные, и которые остались таким грузом, может быть, какие-то истории, грузом таким на сердце, ты знаешь? Ну, нет, наверное... Ну, смотри, все зависит от того, как ты к этому относишься, да. Если ты будешь... Если каждый момент ты будешь давать этому моменту как-то вот грузить себя, да, то, наверное, ты просто долго в этой индустрии не продержишься, потому что, опять же, такая брутальная индустрия, надо к этому подходить чуть-чуть легче и позитивнее, потому что моментов в этой индустрии разнообразных очень много, да, когда ты работаешь с людьми, а именно работа композитора к фильмам строится, это по большей части именно работа с людьми, да, это надо быть очень хорошим психологом, чтобы понимать, что режиссеры, шоураннеры, продюсеры, да, что они хотят тебе сказать, ты должен уметь как бы переводить этот язык, да, поэтому тебе надо быть очень тонким психологом, поэтому когда ты пишешь музыку, ты представляешь ее режиссеру или шоураннеру, ты легко можешь услышать, что как бы здорово, замечательно, спасибо, но это вот не совсем то, что я хочу, абсолютно легко, поэтому как-то просто надо к этому легче относиться и, ну, не совсем работает для сцены, хорошо, сделаем что-то другое, без вопросов, вот, потому что если не будет этого позитива, наверное, это просто будет очень тяжело. Вот, кстати, про это, интересный момент, про правки, наверное, для всех очень актуальный, потому что, например, в России, так как, я не знаю, ты же немного работала с российскими проектами, если работала вообще, с чем я тебя поздравляю. Вот, но, в общем, в России есть такая история, что, как бы, количество правок, оно может быть бесконечным, адским, мучительным и прочее-прочее. А есть ли какая-то, вот это, знаешь, это миф, который вот я все время слышу, кто-то говорит да, кто-то говорит нет, там большие композиторы так делают, есть ли вот эта история с тремя правками в контракте? Вот этого, знаешь? Нет, в контракте ничего такого, разумеется, конечно, нету. Относительно сколько ты будешь возвращаться к той или иной, там, кью, да, и переделывать это, ну, это все зависит от проекта, зависит от режиссера, зависит от шоу-ра-н-ра, то есть какого-то однозначного ответа этому нету, да. Будут какие-то сцены, например, которые сразу же будут одобрены, здорово, замечательно. Будут другие сцены, которые будут требовать каких-то revisions, ты будешь возвращаться, что-то переделать, потому что им что-то не нравится, да, вот, это может быть там несколько revisions, это может быть огромное количество revisions, это можно, ты можешь переписать даже полностью все. Поэтому действительно все очень зависит, зависит, я думаю, от того проекта, над которым ты работаешь. Обычно начинающие режиссеры, ну, если по моему опыту, вот начинающие режиссеры, потому что, наверное, они еще как-то не умеют формулировать, что они хотят конкретно, а вот они любят очень просить огромное количество какого-то переделывания, да, режиссеры с уже богатым опытом, они знают конкретно, что они хотят, поэтому мне всегда, например, с режиссерами опытными работать намного проще, потому что они очень четко и конкретно формулируют то, что они хотят, поэтому здорово, замечательно. А можешь вот какой-то пример, какой-то, ну, не из серии, там, здесь грустную музыку, здесь веселую, а может быть какой-то пример интересный для тебя, который был челлендж как бы для тебя, да? Вот как раз такая точная формулировка от режиссера или продюсера. Ну, слушай, точную формулировку я, наверное, тебе не вспомню сейчас, но вот, например, если рассматривать... Нет, ты имею в виду, что как раз формулировка опытного режиссера, имею в виду. Ну, вот смотри. То есть точно не в смысле, что ты вспомнишь точно, а в смысле, что точно сформулированно. Ну, сложный вопрос. Например, смотри, вот The Romanoffs, да, Романова, мы это делали с Мэтча Уайнер, шоураннер. Мэтт, обладатель, по-моему, девятикратный обладатель Эмми. Да, Романоffs, он делал Mad Men, то есть у него огромнейший опыт. И Мэтт, например, очень интересно подходит к этому процессу, потому что сначала он очень-очень конкретно выбирает Temp Score. И поэтому, когда мы начинаем нашу работу как композитор, обычно есть... Надо, наверное, сказать просто, что Temp Score — это референс, ну, просто для тех, кто здесь не знает. Вот. И он очень прямо конкретно-конкретно это подбирает абсолютно к каждому моменту, прямо вот конкретно-конкретно. И тут ключик в том, что несмотря на то, что он провел такую огромную работу, чтобы подобрать эту музыку, да, самое интересное с ним, что эта музыка, как бы тебе совсем не надо ее копировать как композитор. Очень многие композиторы, которые работают с ним, совершают ошибку того, что они копируют именно это. Потом ему не нравится, и они не могут понять, в чем проблема, если я сделал все то же самое, что как бы ты и хотел, по сути. Тут ключик в том, что он ищет именно вот ту эмоцию, которую передает тот или иной музыкальный материал. Это совершенно не обязательно ты как композитор должен написать то же самое, да, это может быть вообще что-то другое, другая музыка, другая инструментовка, все другое, да. Но вот этот вот эмоциональный фактор, да, если эта музыка передает ту же самую эмоцию, то вот это, например, то, что он ищет. Поэтому здесь просто момент того, как ты умеешь правильно перевести то, что тебе шоураннер или режиссер, что он пытается тебе донести. Слушай, еще вот хотел вернуться к правкам. Во-первых, не успел тебя спросить, сколько у тебя было максимальное для тебя переделывание. А во-вторых, вот ты говоришь, что у нас там была целая команда, и это не секрет, что есть всегда на больших проектах музыкальный редактор, который режет клей. То есть я так понимаю, что вы избавлены от этой истории с переделкой, с перерезанием. То есть вы отдаете музыку, и там уже происходит, грубо говоря. Ничего подобного. Ничего подобного абсолютно. Да, мы очень активно вовлечены в эту историю. На самом деле, наш музыкальный редактор, он минимально в это вовлечен. Мы работаем с музыкальным редактором, и для нас самая главная задача музыкального редактора это быть на dubstage, это на сцене, где происходит финальный микс фильма или шоу. И нам нужен вот этот человек, который был бы там абсолютно все время и контролировал бы этот процесс, потому что в этом процессе происходит всего очень много, ошибок происходит тоже очень много, поэтому всегда нужен кто-то, кто бы представлял музыкальную сторону вопроса. Если мы это можем сделать самостоятельно, мы там будем обязательно, если нет, то наш музыкальный редактор там всегда будет. Поэтому для нас задача музыкального редактора, самая главная задача, заключается именно в этом. Дальше вторая задача музыкального редактора для нас, это именно организаторская. Нам нужно, чтобы все было организовано, чтобы все какие-то комментарии, которые мы получаем от шоураннера, Они были организованы, чтобы был такой вот cue sheets document, в котором прописана тема такая-то, начинается здесь, заканчивается здесь, комментарии такие-то. Одобрено здорово, не одобрено, значит, что требует. Поэтому вот это для нас работа с музыкальным редактором. Относительно права каких-то, да, разумеется, потому что когда ты работаешь либо над фильмом, либо на шоу, да, ты никогда не работаешь с финальным монтажем этого фильма или шоу, да. В случае с Ведьмаком особенно, потому что в Ведьмаке было очень-очень много визуальных эффектов, visual effects. Пока визуальные эффекты — это тот элемент, который финализируется самым-самым последним. И пока визуальные эффекты не как бы finalized, то весь монтаж он тоже не будет finalized. И когда появляются финальные визуальные эффекты, какие-то timings, то есть там чуть-чуть, может быть, тут урезано, чуть-чуть тут продлится, вот этого всего очень много. Поэтому, да, мы музыку действительно работаем над ней до самого последнего момента, пока вот этот монтаж уже не будет финальным. А это случается в самом-самом конце процесса. То есть даже нет смысла спрашивать, сколько раз максимально переделывало какой-нибудь трек? Какие-то треки переделывались много раз, предположим, в связи с комментариями от шоураннеров или продюсеров, а какие-то треки переделывались не потому, что там были комментарии, а просто потому, что монтаж поменялся, и мне нужно было этот трек переделать в зависимости от того, какие изменения произошли в монтаже. Не, а вот именно какие-то принципиальные моменты, то есть, ну, скажем, там не попало, да, там в какую-то голову, и вообще, насколько вы вовлечены, вот были в процесс с режиссером именно, то есть или, грубо говоря, вы встретились на, забыл, как это, на споттинг-сессион, да, обсудили концепцию, обсудили там какой-то один эпизод, и что, и поехали, и дальше там, грубо говоря, не встречались, все счастливы, довольны. Или вы постоянно общаетесь, там, типа, каждую неделю, или как? Ну, общаемся мы, разумеется, постоянно, а процесс зависит тоже от проекта, предположим, если ты делаешь шоу, например, вот как шоу Sacred Lies от студии Blumhouse, в прошлом году мы делали второй сезон, поскольку это уже второй сезон этого шоу, да, наша команда и команда post-production, мы уже очень хорошо знаем друг друга, знаем, что хочет наш шоураннер, поэтому, конечно, мы каждую неделю, или там, каждые две недели встречались на споринг-сессион, но нам, как бы, уже абсолютно понятно, что она хочет, поэтому, наверное, этот второй сезон, он не подразумевал такого плотного-плотного сотрудничества. А в случае, например, с фильмами, или в случае с Ведьмаком, конечно, это постоянное общение, абсолютно постоянное, то есть постоянно мы что-то делаем, дальше мы это отправляем шоураннеру, режиссёрам. Ведьмаке все очень были вовлечены, наша шоураннер была очень вовлечена, было различное количество продюсеров, тоже очень вовлечённых процесс, режиссёры в том числе были очень вовлечены, поэтому... А, сценаристы тоже, потому что, опять же, у нас было очень много песен, поэтому мы очень плотно сотрудничествовали со сценаристами, поэтому это было огромное количество людей, очень вовлечённых в этот процесс, и этот процесс подразумевал постоянное общение с этими людьми. Ну, понятно, все, в общем, на связи. Вот, раз уж ты заговорил про песни, вообще, конечно, надо сказать, что ты потрясающе вообще поешь. Огромное спасибо тебе за песни. И песни, на самом деле, ведь не каждому композитору под силу. И вот у меня, я так немножко погуглил, поизучал, послушал твою карьеру, у меня складывается ощущение, что у тебя есть некая склонность к сонграйтингу, да, то есть не... Хотя, безусловно, конечно, там куча музыки написана, и это огромный плюс. Вот у меня такой вопрос, просто как ты сама ощущаешь, может быть, у тебя есть какой, ну, грубо говоря, вот в будущем что бы для тебя хотелось делать больше? Потому что песни очень классно получаются, и хотелось бы их больше тоже слышать. Вот будем ли? Будете обязательно. Слушай, ты прав абсолютно, что действительно, песни — это немножечко другое направление, потому что обычно композиторы песнями не очень занимаются. Песнями занимаются именно или singer-songwriters, либо это музыкальные супервайзеры, которые эти песни находят и дальше вставляют в определенный фильм или шоу. А в нашем случае, да, мы делали песни для The Witcher, мы делали песни для Sacred Lies. Как-то мне это тоже просто всегда было очень интересно, поэтому... И как-то так сложилось, я на самом деле даже не искала специально эти проекты, в которых требовались песни, оно как-то вот просто сложилось. В Sacred Lies мы полностью писали все песни, слова, дальше я их записывала, мы это все продюсировали. Это были такие песни больше вот в таком mainstream стиле pop, rock, the witcher. Здесь мы очень плотно сотрудничали со сценаристами, потому что изначально тексты этих песен, они были прописаны в сценарии. Дальше, когда мы прочитали сценарии, мы поняли, опа, у нас есть песни, мы будем делать песни. И дальше, конечно, мы очень плотно работали с сценаристами, потому что эти слова надо было переделать, потому что изначально, как они были написаны, они были очень в таком красивом сценарном языке написаны, но не совсем как бы в форме слов именно для песни, поэтому мы очень много с ними работали, чтобы сделать слова именно как слова для песни. Мы сами над этими словами в каждой песне очень много поработали, в каких-то песнях меньше, в каких-то песнях кардинально. И дальше мы эти песни, значит, песни были созданы, песни, которые для персонажа Jazz Care, все были созданы еще до начала съемок, потому что, опять же, им надо было снимать эти песни. Мы очень тесно сотрудничали с Джоуи Бейри, исполнителем персонажа Jazz Care, чтобы подготовить его к съемкам, чтобы он смог выучить эти песни, комфортно себя почувствовать в них. Для каждой песни мы написали, наверное, где-то между 5-7 версий. Все эти варианты были написаны в таких абсолютно разных стилях, потому что, поскольку это было самое такое первое музыкальное ознакомление продюсеров и шоураннеров с музыкой для Ведьмака, мы хотели предоставить им целый спектр от чего-то такого совсем очень исторического, как бы исторически грамотного, наверное, до чего-то такого совсем современного. Мы даже очень разошлись в один момент и написали рэп-вариант одной песни, потому что нам было очень весело. Дальше мы все остановились на определенных вариантах для каждой песни. Дальше происходил production каждой песни. Опять же, мы очень много работали с Джоуи. Дальше мы записывали эти песни. Это все в Лондоне происходило. И очень была большая работа проведена над этими песнями. Поэтому к разговору о песнях, мне это действительно интересно. Я очень люблю продюсировать песни, поэтому я с удовольствием бы дальше выбирала именно те проекты, которые подразумевают это. Я бы не выделяла бы что-то, либо музыка, либо песня, потому что почему мне проект Ведьмака так интересен был? Потому что он подразумевал от нас и музыку, и песни, и какие-то фольклорные танцы, и фольклорные мотивы. Это огромное разнообразие. Конечно, мне как композитору это было невероятно интересно, потому что в каком проекте ты сможешь создать такое разнообразие музыки? Да ни в каком, особенно в телевидении. Поэтому это было очень здорово. И именно в этом направлении я бы и хотела дальше двигаться, именно в разнообразном направлении. Но он же, получается, сейчас тормознул, да? Сейчас какой? Второй сезон, получается? Ну, сейчас все остановилось. Не только The Witcher, абсолютно все, потому что сейчас Productions ничего не снимается, поэтому пока не возобновятся Productions, ничего не возобновится. Ну, открой секрет, нам еще долго предстоит его смотреть? Ну, наверное, долго, конечно. Ну, это хорошо. Слушай, ты говоришь, что ездили в Лондон. Оркестровые были сессии какие-то? Да, мы в основном, мы очень много записывали здесь, много записывали в Лондоне. Много записывали в других тоже местах. В принципе, абсолютно везде мы записывали. В Лондоне конкретно мы записывали, да, мы записывали струнный ансамбль в Лондоне, мы записывали лютни в Лондоне все, потому что для персонажа Джаскер он бард, он играет на лютни, поэтому нам нужны были разнообразные лютни. И у нас был замечательный музыкант, с которым мы работали. Он привез с собой целый автобус, я даже не шучу, различных лютней. Это были, там, это было, наверное, пять различных лютней в разных там регистрах тональностях. Это было несколько мандолин, это были барочные гитары, это был инструмент, который называется фиорбо. Я не знаю, как он называется на русском. Да, это такое, это как корпус лютни, но он выглядит как бас-балалайка, то есть он огромный, а потом гриф, как у контрабаса, и дальше все это вот так еще складывается. Невероятно классный инструмент, поэтому вот этот инструмент мы записывали. Да, в общем, отдельные вот эти лютни инструменты мы записывали в Лондоне, и, конечно, мы записывали Джои. У нас было два дня, у нас было, да, два целых дня и две большие сэшены, и мы с ним записывали все песни. Бедный Джои, он болел в этот момент, поэтому... Это было очень смешно, потому что сначала он хотел даже отложить эту сэшен, вот, это было абсолютно невозможно, потому что мы были в Лондоне на несколько количеств дней, мы делали дабмиксы других эпизодов, и пока мы делали эти дабмиксы, мы записывали Джои, поэтому нам без вариантов надо было записывать. Вот, поэтому он, конечно, огромный молодец, он пришел, он пил очень много чая с медом, с лимоном, чтобы разогревать голосовые связки. Он молодец, он здорово все записал, он дал нам огромное количество материала, которое нам было необходимо от него, огромного количества разнообразного материала, поэтому, вот, эта запись происходила в Лондоне. Вот, очень много инструментов записывали здесь, у нас в студии, потому что, опять же, между мной и Джон, и мы на двоих записали более 60 инструментов, все вот эти вот исторические, уникальные инструменты, это все именно мы делали, именно у нас в студии. Многие другие инструменты записывались в зависимости от того, где находятся солисты. Что-то, опять же, в Лондоне, какие-то солисты были в других городах, наша скрипачка Лэйнси Дойч, она уникальная скрипачка, она рок-скрипачка, она приезжала к нам сюда в студию, потому что она в Лос-Анджелесе, мы ее здесь записывали. То есть записей было много абсолютно везде. Слушай, ну вот смотри, еще такой вопрос. Вот если с оркестром, грубо говоря, понятно, и, кстати, сама ноты делаешь, или есть какой-то человек, который помогает просто, чтобы временно это не тратить? Ну, обычно просто действительно на это времени, к сожалению, просто нету. Если бы оно было, я бы это с большим удовольствием бы делала сама. Поскольку на это времени просто физически нету, то, конечно, это делает человек, который занимается music preparation. То есть music prep – это тот, кто именно открывает там Sibelius, finale, Dorico, неважно, и именно набирает вот эти вот партитуры. И вот если с оркестром понятно, то, скажем, с инструментами, которые вы записывали, понятно, ну, вы сами там, то есть импровизировали, нот никаких не надо, то ведь с лютнистой орбой было достаточно проблематично, наверное, все это записать. И не заморачивай, ну, то есть это же, понимаешь, это как бы позиции, да, там это какие-то вещи, там есть играбельные, неграбельные. Или это тоже на откуп в каком-то специальном слове? Это, ну, смотри, все очень тоже зависит. В нашем случае те партии, которые у нас были написаны, они были, во-первых, очень виртуозные, во-вторых, они все-таки такие были более в современном ключе, потому что музыка для Джаскера, для его персонажа, она все-таки чуть-чуть такая более современная. Поэтому нам нужен был именно тот исполнитель, который, во-первых, имеет очень хорошую классическую подготовку, поэтому, чтобы он был в состоянии это все прочитать с листа. Би, тот исполнитель, который не побоялся бы привнести в это что-то свое и смог бы так окрасить какими-то красками в зависимости от инструментов, да. Поэтому у нас были написаны эти партии, они очень подробно были написаны. Вот, дальше мы их отправили нашему исполнителю, сказали, вот, есть партия, теперь ищи инструменты, на которых ты это будешь играть. Мы в зависимости от этого... Мы написали партии, это же надо как бы инструмент знать, потому что есть какие-то вещи там неиграбельные. Они, конечно, разумеется... Я знаю, что... ...принесут, я, как бы, скажу, не, давай это исправлять. Нет, конечно, разумеется, когда ты как композитор пишешь для того, ли мы новый инструмент, разумеется, тебе надо знать возможности этого инструмента, что играбельно, что неиграбельно, что будет лучше звучать, что не будет лучше звучать, поэтому разумеется конечно много ли вот с этим было связано проблем вот чтобы это все изучить там люди там проблем не было вообще никаких а во-вторых это все это происходит очень быстро потому что чтобы и что-то изучать на это времени нету поэтому надо четко себе представлять вот и быстро двигаться в этом процессе я ну хорошо смотри ну ты говоришь надо надо это хорошо знать а как вот допустим если ты не знаешь и нет времени изучать а изучать надо это в частности кстати вот вопрос о предыдущем о стиле потому что у тебя очень разная несмотря на то что ты говоришь она беда музыка но она очень разная по стилям она очень разная по аранжировкам и как бы я вот сейчас плавно хочу перетечь вопрос о трендах и на самом деле вот есть некий ну скажем вот там и в лэй в частности и вообще во всем мире что там этот композитор он делает такую музыку этот такую там это такую ну понятно что он делает и другую тоже какие-то большие композиторы чем больше тем больше умеет но все равно за композитором как бы вот цепляется это слава что он вот умеет вот делать вот это твою музыку послушав я понял что ты можешь это и другое может быть это результат коллаборации результат помощи там и так далее с джоной том числе потому что какие-то роковые вещи но все-таки там немножко другие законы чему чем в классической музыке я тоже как консерваторию заканчивал и для меня там рок или какой-то там поп это достаточно большая проблема но тем не менее и надо делать и вот скажи просто огромное количество на самом деле жанровых вот таких попаданий правильных у тебя и это как-то ты специально изучала жанр или что-то смотришь то есть как ты со всем этим вот тебе надо там ты говоришь мы хотели типа рэп сделать и ну понявшим там нужны тоже определен там . там и тогда и саунд определенный ты же должна была с этим как-то пожить это изучить я думаю наверное все истекает из того что во первых меня очень разностороннее образование да потому что из россии у меня очень замечательное потрясающее классическое образование дальше поскольку я очень много всего тоже закончила в америке из америки у меня очень хорошая очень сильно именно современное образование да поэтому мне максимально свободные доступны абсолютно принципе все жанры вот дальше поскольку я очень хорошо владею технической стороной вопроса и я также занимаюсь много продюсированием да то есть какие-то продюсерские плане музыкального продюсирования да продюсерские качества у меня тоже очень сильно развитые поэтому мы всегда просто стараемся выбирать те проекты которые жанрово разносторонние да например это ведьмак это такая большая эпическая как бы фэнтези музыка которая подразумевает для себя абсолютно все все инструменты целый оркестр да вот это было очень классно и мы до этого что-то такого не делали поэтому конечно нам надо будет нам надо это было очень интересно или например the romanoffs да романовы это было совсем другое да это был наоборот более классическая музыка вот у нас даже был такой мини фортепианный концерт написан в рамках этого саундтрека вот это абсолютно оркестровая текстура палитра или например sacred lies где мы тоже продюсировали много песен это было по большей части все электронная вот поэтому вот это разнообразие я наверное сама стараюсь это выбирать потому что мне это очень интересно далее помимо этого тебе как композитору именно к фильмам тебе надо быть максимально разносторонним и иметь максимально хорошие знания абсолютно всех жанров потому что ты никогда не знаешь какой проект к тебе придет да и какого жанра и характеру музыку этот проект будет требовать поэтому нас как бы да тебе как композитору к фильмам надо обязательно быть профессиональным абсолютно во всех жанрах да и это кстати касательно наверное и железных каких-то дел я имею ввиду абсолютно синтезаторов вот расскажи немножко у тебя какой вообще рик и если он и или все вот сейчас уже в стэшная грубо говоря ну и сложно ли тебе с железками со всеми этими жить ну слушай ну это профессия такая поэтому это ну слушай система у меня очень большая потому что да потому что иначе что-то такое как ведьмак я думаю это просто я не очень представляю как это можно делать поэтому если технически сейчас вдаваться в техническую сторону вопроса сама строила все или те кто помогал а мы вместе же он и это строили нам действительно нам никто не помогал потому что нам надо было что-то очень конкретное поэтому нам было проще и быстрее это сделать самостоятельно вот поэтому у нас есть есть главный компьютер в котором находится наше да да это диджирал аудио workstation да то есть это вот основная программа в которой ты работаешь и пишешь всю эту музыку я знаю что ты перешла в кубейс да молодец вот я была на диджирал пиформер много-много лет и до вечер мы как раз делали в диджирал пиформер и это замечательная программа вот есть свои минусы есть очень много минусов этой программе просто какой-то момент эти минусы они пересилили плюсы и поэтому мы перешли на кубейс сейчас мы на кубейс у нас наверное где-то 3000 треков наши темплейт поэтому наш главный компьютер он исключить отвечает исключительно за кубейс у нас никаких сэмплов ничего в этом компьютере нет у нас только кубейс в этом компьютере вот дальше у нас есть четыре компьютера в которых находятся сэмплы вот есть компьютер отдельный для strings для струнных вот есть отдельный для brass winds духовые деревянные медный а есть для сенс то есть это все синтетического звучания вот и отдельный для там percussion piano вот это вот все поэтому эти отдельные компьютеры для сэмплов и есть еще один компьютер в котором печатается все арио то есть в этом компьютере стоит про тулс вот и все арио из кубейс она идет про тулс и дальше весь финальный микс он как бы все принц аут все осуществляется в именно про тулс понятно слушай немножко пробежался тут по вопросам вот на самом деле это вопрос с ответом но я прочитаю я стал композитором 32 года начинать некогда начинать никогда не поздно а это значит читал интервью от майкла наймана назывался на я стал композитором 32 года начинать никогда не поздно он рассказывал что 21 бросил сочинять и вновь начал уже в 32 хотя 32 года это возраст молодого композитора в наше время как sony считает реально ли почти в любом возрасте имея огромное желание и борства добиться желаемого результата сфере композиторства в кино реально ли начать это все осваивать и сесть за клавиши в 25 и к 30 годам получить проект сколько на самом деле возраст молодого композитора в наше время я немножко расширю этот вопрос и может быть так сформулирую вот ты уже давно живешь в л.а. есть ли у тебя ощущение что более молодые на пятки наступают нет потому что мне кажется проектов достаточно это во-первых во вторых во вторых нет конечно что суши индустрия она невероятно comparer то есть она огромная 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 при огромная конкуренция да поэтому я думаю начинать никогда не поздно главное иметь желание понимать во что ты ввязываешься важный момент понимать потому что конечно очень много народу хотят быть я хочу быть композитором я хочу музыку вписать к фильмам да и очень мало людей представляют что на самом деле в себя эта индустрия включает да и что она требует от тебя поэтому если у тебя есть хорошее представление этому если ты действительно готов всему этому посвящать полностью абсолютно всю свою жизнь то вперед из песни никогда не рано почему бы и нет здорово и замечательно вот возраст не имеет никакого значения на самом деле даже вот именно если бы рассматривать индустрию конкретно музыки к фильмам чем старше ты как композитор тем проще тебе потому что ты себя позиционируешь уже как опытный композитор поэтому если мы рассматриваем например там поп музыку да где чем моложе ты тем проще тебе то в индустрии конкретно музыки к фильмам все совсем наоборот вот ну и это в принципе забег на длинную дистанцию это забег абсолютно на длинную дистанцию поэтому если есть желание если ты понимаешь что ты хочешь именно этого то почему бы нет никогда не поздно слушай такой вопрос вот он на самом деле из из аудитории смотри откуда вы подпитываетесь идеями чтобы не исписаться чтобы не замыкаться на одном и том же что слушаете слушаете ли топ билборда или народную музыку или еще какую-то музыку я от себя задам вопрос и может быть вы уже еще свое восхищение что какое-то совершенно огромное количество музыки написано уже к ведьмаку и понятно что эти объемы будут только расти и может быть добавление к этому вопросу скажи пожалуйста сколько примерно у тебя уходит там на создание и понятно что it depends там и так далее но скажем на там один трек или на один эпизод или на может быть эпизод или может быть одну сцену какую-то там две минуты музыки ну как-то для какой-то тайм ориентир но это как три вопроса в одном в общем начнем сначала вдохновение в плане идеи ну слушай идеи должны все время каким-то образом генерироваться потому что в нашей профессии такие вот да то есть вот сегодня это получил проект да там а послезавтра тебе надо его уже сдать да то есть дедлайн они очень сжаты эти сроки поэтому идеи они должны генерироваться вот они точка должны генерироваться и все иначе без вариантов вот это первое во вторых откуда они генерируются да ну в принципе отовсюду я действительно слушаю очень много разной музыки я слушаю абсолютно все по настроению относительно билборд вот но в последнее время то билборд это была я так что потому что наш саундтрек ведьмаку он да это было просто потрясающе потому что мы были номер один во всех чартах мы были билборд мы были айтюнс не только в чартах саундтрека но в том числе в чартах общих чартах альбомов поп альбомов рок альбомов поэтому когда вышел наш саундтрек мы сразу же прочно на долгое время заняли все чарты вот поэтому это в плане чарта в плане сколько времени уходит на создание тоже все очень относительно у тебя будет уходить столько времени сколько у тебя есть да то есть если у меня есть одна неделя на то чтобы написать эпизод значит я его напишу на неделю можно сказать что процесс обратно если время отсутствует то пишется если время есть то соответственно растягивается да если опять же смотреть да то понятно до того как мы начали работать с монтажом у нас было чуть больше времени за у нас были определенные сроки зависимости от того когда они снимали те или иные сцены которым нам надо было доставить уже эту музыку вот когда мы начали работать с монтажом у нас какие-то первые эпизоды которые мы начинали поскольку в тот момент мы еще искали этот музыкальный язык да вот на это у нас было чуть больше времени наверное у нас на каждый эпизод было может быть три недели на самые начальные эпизоды каждый эпизод ведьмаки восемь эпизодов каждый эпизод идет час в каждом эпизоде один час музыки она практически не не останавливается поэтому вот на начальные эпизоды нас где-то было три недели а дальше под конец у нас наверное уже была одна неделя эпизоды мы делали не в линеарном порядке то есть не в хронологическом порядке это все делалось поэтому так получилось что первый эпизод на самом деле он был предпоследний который мы делали в первом эпизоде очень много музыки вот на первый эпизод у нас ушло у нас была неделя чтобы это сделать это было в таком очень хаотичном состоянии все это происходило потому что это была одна неделя на такое невероятное количество музыки это вот был эпизод по моему час да и соответственно музыка там плотная очень и сколько там примерно было музыки минут сорок пять там 57 было вот так там практически без перерыва первые восьмой они наверное самые плотные и это как раз это были наши два последних эпизода то есть последние эпизоды которые мы делали это был вот именно первый а за ним восьмой самый последний это было просто без остановки да это был мюзикл это был марафон поэтому в зависимости от того сколько времени тратится на там эпизод или на какую-то тему или на фильм тратится столько времени сколько у тебя есть ну понятно понятно слушай вот ты все время говоришь мы и еще я прочитал что сейчас ты уже находишься таком у тебя такой трончик появился выбираешь проекты значит вот ну просто чтобы ты понимала для российских реалий я прошу тебе повезло не сталкиваться с этими со всеми реалиями я понятно что мы там все это потом это опубликуем там это все будет висеть но немножко надо мне кажется снимать лапшу сушей вот значит смотри ты говоришь мы и типа я выбираю проект если у тебя какие-то в планах если какие-то предложения для твоего сольного какого-то проекта а то за все время с джон и я не к тому что вы там плохо работаете а наоборот я хочу сейчас поговорить о преимуществах работы вдвоем и и преимуществах работы одному вот такой вот вопрос мне кажется надо работать так как тебе комфортно вот в плане нашей работы с джонной мы на самом деле это не планировали а ну так как-то сложилось начиналось это все так что джон делал фильм фильм дэвида маммита вот этот фильм подразумевал очень такую критическую музыку там было много поп много bluegrass и были какие-то сцены которые подразумевали виртуозное фортепиано и мы с джоной были знакомы и джон как-то мне позвонил и спросил ходит соня хочешь ли ты это вместе сделать потому что там есть фортепианные сцены и вот мне нужно было бы твое участие вот я на тот момент была свободна и мы решили ну давай попробуем почему бы нет вот и дальше мы сделали этот фильм и мы поняли что нам очень комфортно работать вместе почему потому что у нас совершенно разные поэтому когда мы вместе это все соединяем мы не не конкурируем с друг другом а мы наоборот друг друга дополняем очень хорошо и плюс поскольку у нас такое огромное количество инструментов в студии нам это тоже очень удобно потому что мы можем разделять между нами двумя кто на каком инструменте будет играть вот поэтому если смотреть сегодняшнюю индустрию дедлайн они очень сжатые все сроки и музыку которую тебе надо писать это очень насыщенная разнообразная музыка которую надо очень быстро доставлять в эти сжатые сроки поэтому когда вас двое в студии ну во первых просто этот процесс он становится такой более collaborative то есть более совместным это интереснее во вторых это более креативно потому что предположим мне приходит идея дальше джона может ее развивать в каком-то совершенно другом направлении или наоборот ему приходит идея а я ее переведу куда-то совсем в другое другое русло которое может быть он изначально даже и не думал такая история тебе ближе да грубо говоря да поэтому мне вот этот креативный процесс коллаборации мне просто это как-то интереснее это веселее в студии мы проводим все время поэтому когда ты сидишь один в темной студии с утра до ночи наверное это просто может быть немножко одиноко и грустно поэтому нам вдвоем намного веселее интереснее мы делим между собой кто какие инструменты исполняет но сам процесс сочинения мы абсолютно вместе делаем то есть у нас нет такого что вот я буду писать этот материал а он будет писать этот материал мы это пишем вместе вот в чем-то конечно лидирую я в чем-то лидирует он зависит поэтому сейчас очень много в индустрии именно дуэтов композиторов просто потому что чтобы соответствовать требованиям этой индустрии мне кажется два человека это просто креативнее и интереснее вот оно а дальше это реально просто как как тебе самому комфортно если тебе комфортнее писать одному здорово и замечательно если тебе комфортнее писать какой-то коллаборации это тоже здорово и замечательно все очень индивидуально ну то есть нету какого-то у тебя внутреннего скажем так конфликта о том что вот там типа есть вот один композитор есть два композитора то есть конфликта нету дальше еще есть такой момент есть какие-то проекты которые подразумевают участие именно женское участие женщины композитора и как бы в современной индустрии да со всеми разговорами что там вот женщина композитора да это очень важный момент для многих проектов есть другие проекты смотри которые подразумевает именно мужское начало да вот поэтому в зависимости от того какой этот проект да и с какими людьми нам надо сотрудничать да мы понимаем что предположим вот в этом проекте может быть джона будет чуть-чуть впереди вот в этом проекте я буду впереди поэтому у нас двое и в этом плане это логичнее слушай ну вот интересный момент про женское и мужское на самом деле потому что раз мы об этом во всем заговорили тем более на фоне того что сейчас у нас получила оскар хильдор и как бы все немножко начинает меняться скажем так мягко вот и тем не менее наверное я не могу сказать что там тот же джокер был например изначально каким-то то есть это это в чем в чем была как бы задача ее пригласить не в том ведь что типа нужно было что-то женское тонкое внести понимаешь о чем я говорю да то есть нет там там просто такая история была то что там режиссер он заранее был знаком с ее музыкой поэтому он заранее хотел именно ее на проект и хильдор она чуть по другому пишет музыку она не пишет ее к монтажу она пишет большое количество музыки еще до того как создается монтаж а потом режиссер это распределяет в разные как бы в разные сцены поэтому там просто изначально подразумевалось именно ее участие для тона конкретного проекта поэтому все очень здорово сложилось ну понятно а вот что ты имел ввиду под говоришь типа нужно мужское начало ну то есть типа серии боевик или мелодрама нет 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 не в жанровом плане а просто в плане как бы того с какими людьми ты общаешься да и с какими personalities ты общаешься да и просто как бы понимать что лучше сочтется с этим и персонажами вот понятно слушай вопрос от аудитории вот насколько важно и насколько ты часто лично встречалась насколько важно режиссеру знать музыкальную терминологию и теорию чтобы общаться на одном языке но это такой это замечательный вопрос на самом деле и ответ на такой вопрос чем меньше знает режиссер тем лучше объясни почему потому что если ты работаешь с режиссером и режиссер как-то в курсе там музыки может играл на каком-то инструменте вот понятное дело не всегда но очень часто бывают примеры что это сложный будет процесс потому что как бы режиссер в курсе этой темы и он будет хотеть как-то больше вовлеченный в этот процесс может у него будут какие-то конкретные музыкальные идеи которые не всегда хорошие например идеи поэтому практика показывает что когда режиссер в курсе музыки это чуть чуть тяжелее вот а когда режиссер не в курсе как бы как наш диалог строится с режиссером я хочу чтобы режиссер со мной разговаривал именно как он разговаривает с актерами то есть мне нужен от него такой диалог который в котором он не пытался бы найти какие-то там музыкальные слова да что вот тут должно быть там так то в музыкальной стороне а тут то вот так то да это должны быть именно диалог про эмоции то есть что в этой сцене значит персонаж ощущает вот такие-то эмоции потому что персонаж прошел через какой-то такой вот определенный путь поэтому в этот момент он дошел до такого эмоционального наполнения и вот это эмоциональное наполнение мне надо что было представлено музыки то есть если он со мной разговаривает как он разговаривает с актерами это намного логичнее проще проще для него проще для меня и понятнее нежели чем этот диалог строится на каких-то музыкальных моментах про которые режиссер обычно не очень в курсе но это ужасно раздражает на самом деле потому что слышал там про фортепиано но как бы режиссер пытается войти в ту территорию как бы которая не его территория вот и может быть он думает это часто бывает ошибка начинающих режиссеров что они думают что с композитором надо разговаривать про музыку нет композитором надо разговаривать про эмоции с композитором надо разговаривать про историю до историю того что происходит в данном фильме в данной конкретно сцене потому что тогда это совершенно другой диалог намного более конкретный диалог тогда обратный вопрос как часто то есть понятно что нужно быть психологом но как часто ты какие-то термины применяешь из серии что у нас здесь будет такой тембр я никогда термины не применяю то есть например как ты предлагаешь музыкальное решение режиссера какими словами а ну во первых для когда я какую-то музыку демонстрирую да к этому моменту у нас уже был какой-то определенный диалог да то есть в идеале мы уже on the same page то есть как бы мы оба представляем что мы вместе делаем в рамках конкретного проекта когда я представляю музыку изначально я просто играю да вот ко мне приходит в студию режиссер вот он садится и давай смотреть дальше мы смотрим а после этого мы уже начинаем обсуждать и уже разбирать вот есть какие-то моменты которые ему полностью режиссеру нравятся есть предположим моменты где у него есть комментарии дальше он не объясняет что он конкретно хочет да вот но опять же это происходит диалогом по поводу по поводу истории что какая история развивается в данной сцене то есть мы не обсуждаем какие-то музыкальные элементы вот музыкальные элементы я могу обсуждать уже ближе может быть концу процесса когда уже режиссер например в курсе музыки я могу ему сказать а вот смотри тут я использовал например у нас тема йеннифер тема йеннифер исполняется на гобой вот у нас сейчас вся команда ведьмака все знают что такое гобой почему потому что как бы погуглили то есть это больше как такие вот шеве элементы да что вот а смотри а вот тут у меня есть вот так вот опа как классно да то есть вот немножко в таком формате нежели чем а вот что насчет того чтобы в этой сцене мы использовали там кларнет или волторна нет такого диалога не строится и в этом нет необходимости потому что он ни к чему продуктивным обычно не приводит понятно вот хотел с тобой еще про тренды поговорить понятно что сейчас я уже говорил об этом что сейчас больше некая история идет в саунд да но тем не менее мы увидим прекрасные примеры фильмов где мелодизм ну как бы преобладает вот тебе что ближе на что я как бы слышу что ты вроде и то и то умеешь и чтобы тебе хотелось и даже дополню вопрос вот скажем весь какой-то проект который тебе нравится и вот если бы он был твой вот даже так вот я бы хотел например написать музыку к такому-то фильму вот какому фильму ты бы хотела написать музыку к существующему что тебе вот прям вот супер-супер не могу существующего назвать моя работа строится это именно общение с большим количеством людей поэтому здесь наверное вопрос какая команда максимально креативная и с какими людьми мы можем создать максимально креативное и интересное разрешение интересное звучание да потому что иногда ты работаешь с режиссерами да и режиссеры действительно просят что-то такое очень минималистичное какие-нибудь там может быть pads или какие-то там tones вот это не совсем моя история да то есть я все-таки люблю писать музыку музыку разнообразную музыку очень насыщенную наполненную то есть вариант там вот пару нот какие-то pads или textures это вот не совсем мой вариант если есть проект который мне очень интересен и предположим в рамках этого проекта есть пару сцен которые это как для которых это необходимо это другой вопрос а как такой общий музыкальный стиль это наверное может быть не совсем мое поэтому как бы если я и режиссер или шоураннер да мы достигаем такого диалога когда мы хорошо друг друга понимаем и понимаем что мы хотим музыкальном плане и когда вот такая замечательная коллаборация происходит вот это всегда залог чего-то очень хорошего и залог успеха на том или ином проекте поэтому мне конечно просто вот интересно развиваться в этом разнообразии для меня наверное самое скучное этого просто делать что-то одно и то же вот это наверное не мой вариант друзья я просто хочу всем сказать что я читаю вопросы и пытаюсь их как-то сформулировать по мере того как идет наш диалог но какие-то вещи задаю какие-то не сдаю уж извините скажи пожалуйста вот чисто так по ощущениям что ближе сериал или фильмы делать а слушай по разному и так и так очень интересно потому что я делаю и фильмы и сериалы если обсуждать именно тиви шоу до сериал это мне интересны те которые очень как бы cinematic то есть очень кинематографичны типа там the romanoffs типа the witcher типа sacred lies то есть это потому что в америке есть модель вот есть такие network shows это как бы серии такого более стандартного формата это обычно 24 эпизода на каждый эпизод у тебя есть там неделю это то что идет на протяжении всего сезона и выходит раз в неделю такая стандартная модель наверное это мне чуть менее интересно мне более интересно что-то вот такое более креативное в плане тиви шоу поэтому если обсуждать такого плана шоу между такими шоу и фильмами разница очень минимально разница только как бы в техническом плане может быть и ощущение в дистанции все-таки во времени там и так далее до времени сколько у тебя есть на выполнение тот или иной проект наверное только в этом а как бы в креативном плане разницы практически никакой нету поэтому опять же мне интересен сам проект мне интересны люди которые вовлечены в этот проект вот а как бы фильм это или тиви шоу это неважно слушай а скажи пожалуйста вот я правильно понимаю что у всех есть понимание сколько надо времени на музыку потому что здесь такого понимания нет да и нет не обязательно скажи пожалуйста вот например там ну понятно что там фильм допустим там два-три месяца да это как блоки зависимости от анимация там чуть больше там сериал наоборот как бы сроки сжатые но и можно резать клей там плюс редактор и так далее вот если это понимание вообще какое-то ну не знаю там типа прав союзом за закреплённая типа ни меньше недели до этих времени композитории 16 композитора у нас союза композиторов нету вот поэтому у нас есть союз музыкантов например композиторов нету поэтому каких-то таких правсоюзных моментов к сожалению нету вот поэтому в плане того сколько времени на создание музыке на самом деле все тоже очень относительно то où действительно, что вот два-три месяца на фильм это так вот стандартно и очень хорошо. Вот. Иногда бывает больше. Вот. Достаточно часто бывает больше на фильм. Это тоже замечательно. Бывает меньше, потому что бывает такая ситуация, что предположим, они дотянули до самого последнего момента, потому что они очень долго редактировали. Может быть, были какие-то проблемы на этапе там либо production, либо post-production. Как-то монтаж, может быть, не складывался, им надо было что-то переснимать. А как бы есть дата уже релиза. Поэтому эту дату никуда не подвинуть. Поэтому получается так, что композитор, может быть, есть там три недели. Вот. Например, тот же самый Джеймс Бонд, который сейчас делает Ханс Эммер. Изначально делал Дэн Роммер. У Ханса наняли в ноябре. У него было вот буквально до всего ничего, чтобы сделать... Чуть больше. Вот. Чтобы сделать это все отначально до конца. Почему? Потому что как бы вот поменялся композитор. Такие ситуации тоже происходят. Сначала, может быть, начинает один композитор. Потом по тем или иным причинам, что там что-то не складывается. Такое бывает тоже часто. Вот. Поэтому продолжает уже другой композитор. Но как бы релиз-то фильма есть. Тебя увольняли когда-нибудь? Или еще пока нет? Не, меня увольняли. Это нормально. В этом ничего, на самом деле, страшного нет. Это такая профессия, в которой тебя уволят в тот или иной момент. Это просто нормальный процесс. Почему? Просто не потому, что ты плохо что-то сделал, да? А просто, может быть, есть какое-то непонимание, да? Может быть, там, режиссер или шоураннер просто как-то не может грамотно объяснить, что он хочет, да? Может быть, ты поэтому создаешь, думаешь, что вот это он хочет, да? Он на самом деле хочет что-то совсем другое, но он не умеет это объяснить. Поэтому какое-то возникает непонимание. Или, например, ты тоже можешь уходить с проекта. У нас был вот тоже в прошлом году проект, с которым нам пришлось уйти, потому что этот проект растягивался, вот, потому что им надо было переснимать, и он задерживался. У нас начинался Ведьмак, поэтому нам, к сожалению, пришлось оттуда уйти, потому что уже по времени не получалось. Поэтому они наняли другого композитора, вот. У него было очень ограниченное количество времени, чтобы написать эту музыку. Поэтому есть много разных ситуаций, вот. Но если обсуждать фильм, то вот 2-3 месяца, то замечательно, да? Если есть больше, то это вообще круто. Если смотреть TV-шоу, если это какое-то network-шоу, ну, это обычно неделя, вот. Если это что-то типа там Netflix и Amazon, да, на эпизод, да. Если это что-то Netflix и Amazon, то это больше времени, как бы, зависит, да. Ну, вот как у нас был Ведьмак, вот. На Ведьмаке у вас сколько было минимально, получается? Неделя, ты говорила? Минимально у нас была неделя на последние эпизоды, да, вот. Ну, а так у нас весь процесс работы растянулся где-то с октября 18-го до, вот, с октября 19-го, да. Да, круто. Скажи, пожалуйста, вот, может быть, я, кстати, хочу еще раз напомнить, что пишите вопросы, я все пытаюсь читать. И это меня немножко вдохновляет тоже на вопрос. Вот, будем говорить откровенно, что сейчас на самом деле образованных людей и даже и в LA все меньше и меньше. И очень много людей, которые называют себя композиторами, а на самом деле саунд-дизайнеры. Вот, как ты вообще относишься к таким персонажам, которые, грубо говоря, не знают, как в тесном расположении соединить два аккорда? Ну, слушай, ну, ты прав, такой есть момент. Ну, как к этому относиться? Ну, я думаю, это есть абсолютно в любой индустрии, есть такие непрофессионалы, которые хотят быть в индустрии. Ну, что с этим сделать? Ничего с этим не сделать, просто двигаться дальше. Ну, это вот, просто это к вопросу из аудитории, я его прочитаю. Очень интересно, что Соня думает на тему, можно ли попасть в индустрию без специального music scoring образования. Ну, вот как бы ответ, что можно. Ну, можно, конечно, все можно, да, но просто надо понимать, что если ты хочешь быть композитором, тебе все-таки необходимо обладать композиторскими знаниями, потому что, ну, а как иначе? Ну, да. И, как ты сказала, очень важно еще психологическое, как бы, историческое. Да, действительно. Так, кто-то меня просит вернуться чуть повыше к вопросам. Ну, они, на самом деле, тоже стандартные, я их задам, так как у нас много молодой аудитории, и потом тоже будут смотреть. Смотри, не все вопросы вот от Андрея задам, но какие-то задам. Первый вопрос — это стандартный, как попасть в большой проект неизвестным музыкантам? Ну, имеется в виду, как композитору или как музыкантам? Ну, хорошо, если как композитору, но как композитор в большой проект, конечно же, не попадешь, да, то есть, но надо просто прекрасно себе это представлять, да, это процесс, вот, это процесс, который начинаешь вот от самой первой ступенечки, а дальше ты потихонечку по этим ступенчикам поднимаешься, да, то есть ты не прыгнешь вот отсюда сюда, вот, потому что студии нанимают только тех людей, тех композиторов, у которых есть определенный опыт, тех композиторов, которые знакомы эти студии, да, поэтому, как бы, если ты ничего не сделал, то понятно, что ты не будешь писать музыку для какой-то крупной студии, ну, просто потому, что это так не работает, да, а если ты двигаешься по ступенечкам, то в определенный момент ты до этого дойдешь. Да, из серии вопросов еще там есть один такой вопрос. Работать ли бесплатно за идею, на результат? Да, и да, и нет. Действительно, в этой индустрии очень много бесплатной работы, особенно поначалу, поэтому тут просто надо понимать, что, как бы, эта работа тебе принесет, да, то есть, предположим, ты работаешь вот на самом начальных этапах, да, ты делаешь какой-то фильм с режиссером, может быть, это студент-режиссер, да, но ты понимаешь, что у режиссера большой потенциал, вот, стать большим режиссером, да, или, может быть, этот фильм какой-то очень классный, может быть, у этого фильма нет бюджета на музыку, но ты понимаешь, что этот фильм пойдет на фестивале, да, и о себе заявят на разных фестивалях, то, конечно, почему бы и нет, даже если у этого фильма нет бюджета, это контакты, это связи, это опыт, да. Далее, уже как практика, практиковать бесплатную работу, конечно, это не классно и неправильно, да, но ты просто должен понимать, что тебе это дает, да, и какие контакты и связи это приносит, поэтому если обсуждать самое начало карьеры, в этом ничего плохого нет. Тоже есть один вопрос, но он, на самом деле, ответ на него обратный, я даже на него немножко сам отвечу. Значит, вопрос такой, как искать агента? Мне кажется, это, знаешь, это есть такой, блин, я не помню, кто, в общем, какой-то актер, есть вот эта серия мастер-классов, где там стиммер, там вот это все. Вот, и, значит, не помню фамилию, но он начинает с того, значит, трейлер этого мастер-класса, и он начинает с того, что все мне задают вопрос, как искать агента, как начать свою карьеру, но никто мне ни разу не задал вопрос. How to be good? Очень хороший ответ на этот вопрос. В общем, ситуация с агентом, вот. Искать агента не нужно. Агент найдет тебя. Если цель, ты начинающий композитор, и ты хочешь подписаться с агентом, то даже если ты подписываешься с агентом, но как бы ты, как композитор, еще о себе не заявил, то как бы тебе это ничего не принесет, на самом деле, потому что агент просто в тебе будет не заинтересован. Он, на самом деле, заинтересован только в деньгах, по сути. Абсолютно. Агент заинтересован в тех клиентах, которые приносят ему, соответственно, финансы. Поэтому если ты как композитора своему агентству ничего не приносишь, то как бы совершенно неважно, подписан или не подписан ты с агентом. Поэтому путь такой, что обычно ты начинаешь, сначала это какие-то студенческие фильмы, потом это уже независимые фильмы, потом разные фестивали. И вот когда ты заявляешь уже о себе как композитор в таком фестивальном круге, где-то у тебя уже были разные фильмы, там разные фестивали. Вот тогда очень часто получается так, что как-то агенты тебя замечают. Либо с тобой агенты связываются, либо ты как-то через знакомых связываешься с агентом. Вот на этом этапе ты уже агенту более интересен как клиент. Дальше. На самых начальных этапах работы с агентом самая важная задача агента – это убедиться, что все твои контракты, они все правильно и грамотно составлены, и все там четко и хорошо. Поэтому агент на начальных этапах не будет себе как композитору искать работу. То есть если представление о том, что агент – это тот человек, который найдет себе работу, нет, это неправильно, это не так. Это всегда коллаборация. Мы, например, не сидим и не ждем, когда у нас от агента придет какой-то проект. Мы тоже смотрим различные проекты. У нас есть какие-то контакты, связи со студиями, с людьми, которыми мы работали. Смотрите где? Типа на муваре стоят, снял фильм, нужна музыка? Нет, такого, конечно, нет. Если ты уже устоявшийся композитор с именем, с определенным резюме, тогда уже это другой вопрос с агентом, и тогда агент в тебе как в клиенте заинтересован. Если агент в тебе не заинтересован, то как бы не имеет никакой логики тебе искать агента. Понятно. Слушай, от того же человека вопрос. Если человек не начинающий композитор, ну, типа, что-то... Я на самом деле не очень вот это всегда понимаю. Типа не начинающий композитор, это который сделал сколько проектов, никаких проектов. И опять же, принесли ли они деньги, принесли ли они кассу. То типа как, можно ли найти агента? Вот такой, видимо, вопрос, если я правильно понял. Ну, я просто честно не очень в курсе, как в России эта система работает, поэтому... Нет, нет, это не про Россию вопрос. А если, как бы, обсуждать Америку, да, то есть если ты уже тот композитор, у которого есть определенная известность и определенная репутация в фестивальных кругах, тогда, как бы, вариант подписаться с агентством, это вариант. Вот. Но надо опять же просто понимать, будешь ли ты агенту как клиент интересен, и кто в очереди стоит до тебя. Вот. Потому что агент всегда будет заинтересован в тех композиторов, которые ему приносят, ну, финансы. Правильно? Поэтому, как бы, если до тебя ты подписываешься с агентством, а до тебя еще вот такая очередь 50 композиторов стоит, которые получат проекты, поэтому до тебя эта очередь не дойдет. Поэтому надо быть аккуратным, просто и понимать, какая цель, вот, и с каким агентством ты подписываешься. Это если на начальных этапах. А есть какой-то, ну, типа, понятно, что есть какие-то топ, да, агентства, но есть ли какой-то рейтинг агентства, и, как бы, грубо говоря, где это искать, закрыта ли это, или открыта информация. Ну, это как бы... Ну, я понимаю, что это бестолковый вопрос. Ну, это открытая, конечно, разумеется, информация. Есть определенные агентства, если смотреть непосредственно музыку к фильмам, есть агентства в Голливуде, есть несколько, есть, там, есть Горфин и Шварц, есть Фортресс, есть Крафтон Энгл, есть, вот, в котором мы эволюшим мюзик партнерс. Это, наверное, такие самые крупные агентства. А, Уильям Моррис. Это самые крупные агентства, там, для композиторов к фильмам. Есть чуть-чуть поменьше агентства, типа, там, Элегро, Эридел, у UTA сейчас есть Division Film Scoring, у кого-то там еще небольшая есть Division Film Scoring, поэтому, как бы, агентства есть, есть крупные, есть поменьше. Вот. Ну, такой вопрос, на которого нету однозначного ответа. Это все очень зависит, это индивидуально, это зависит, на каком этапе своего творческого пути ты находишься. Ну, мне кажется, эта палка просто о двух концах, потому что, если, грубо говоря, человек не пишет музыку, то, или там написал какое-то количество музыки, там, я не знаю, к, там, сериалам российским, это не значит, что можно звонить агенту. Мне кажется, как-то так. Ну, согласна. Действительно, все очень индивидуально. Очень хорошо, что ты сказала, озвучила то, что агент не найдет работу, потому что, мне кажется, что все думают немножко по-другому. Нет, конечно, найдет, конечно, но... Ну, найдет, надо просто понимать, на каком этапе своего творческого пути ты находишься, и какая заинтересованность у агента на, как бы, на то, что на поиск работает для тебя. Потому что, если ты находишься на начальных этапах, то, как бы, если ты ждешь от агента стабильной работы, такого, конечно же, не произойдет. Ну, вот это, кстати, очень важный момент, о котором ты так просто говоришь, что понимать именно на том, как бы, о себе, грубо говоря, да, какие-то вещи, ну, реальные, это очень важно. И мне кажется, там, особенно для начинающих композиторов, очень важно, ну, может быть, не каждый день, но часто говорить тебе you suck. Вот, как бы, слушать музыку свою, сравнивать и так далее. Будем потихоньку заканчивать. Если еще есть какие-то вопросы, задавайте. Скажи, пожалуйста, про свои планы, может быть, про ваши планы с Джоной и вообще, что, что сейчас на горизонте, помимо Ведьмака, что планируется, есть ли какие-то новые проекты, о которых ты можешь говорить? Если не можешь, давай заканчивать. Ну, вот пока сейчас скажу, что могу, сейчас такая, ну, как ты сам знаешь, сейчас такая ситуация, что сейчас все приостановилось, поэтому в связи с этим мы сейчас все ждем, когда все снова вернется на круги своя, пока все задерживается. Мы должны были уже еще другой проект начинать в марте, но все съемки, к сожалению, были приостановлены, поэтому мы сейчас в режиме ожидания, поэтому это из того, что я могу сказать. Еще из того, что я могу сказать, у нас обсуждается и планируется очень много лайв-шоу, концертов. У нас, во-первых, должен было уже быть в этом году есть такой фестиваль, называется Кракава Филм Мюзик Тестер, музыкальный фестиваль музыки к фильмам в Кракове, это один из самых крупнейших в мире, у них замечательный фестиваль каждый год, это проходит все в Тауэринг Арине, это такая арена на 25 тысяч человек, она уже практически раскуплена, если уже не раскуплена. Вот этот фестиваль, мы должны были там исполнять сюиту из Ведьмака с оркестром, с хором и с виртуозными солистами, которыми мы с собой везем, это должно было быть уже в этом году, но вот, к сожалению, это все сейчас задерживается в связи с данной ситуацией в мире, поэтому мы приедем в Краков в следующем году, у нас будет замечательное шоу в Кракове, помимо этого, у нас сейчас активно обсуждаются другие уже полные концерты, лайв-шоу с музыкой из Ведьмака по всему миру, вот, кстати, между прочим, Россия тоже обсуждается, поэтому, может быть, мы к вам приедем и привезем наших замечательных солистов, вот, и, в общем, это вот все активно сейчас очень обсуждается, поэтому очень много живых выступлений планируется на 21-й год. Ну, супер, супер. Скажи, пожалуйста, вопрос от аудитории, возникает ли у тебя ощущение вторичности в процессе работы и как ты борешься с этим, если возникает, чтобы добиться оригинальности? И нет ли гложащего желания переделать после того, как работа сдана? Ну, наверное, это тоже все индивидуально, да, я всегда действительно стремлюсь к уникальности, потому что мне очень интересно, чтобы каждый проект, за который я берусь, он был уникальным, особенным и непохожим, неповторяющим какие-то мои предыдущие проекты, поэтому для меня это очень важная задача и я всегда стремлюсь вот к этой уникальности. Как с этим бороться? Да, никак. Создавать музыку, которая интересная, необычная, непохожая, вдохновляться как ты можешь, предположим, слушать какую-то другую музыку, которая тебя вдохновляет или делать что-то еще, то, что тебя вдохновляет. Вдохновляет на создание и на совершенствование, поэтому как-то так, наверное. Друзья, последний шанс задать вопрос, но тут есть, конечно, неудобный вопрос про вилку цен композиторов, но я просто на самом деле нет смысла этого обсуждать, потому что есть какое-то вот очень странное убеждение о том, что типа в Америке платят, понятно, что платят больше, ну потому что просто в переводе на рубли как бы больше. Ну так. А на самом деле я просто и лично знаю, и друзья мои рассказывали, которые там живут, что очень разные цены из серии там типа фильм за там пять тысяч долларов, там какие-то бесплатные вещи, там какие-то... Все действительно, ты абсолютно правильно говоришь, что это нельзя назвать какую-то цифру, да, то есть если фильм платит столько, да, шоу платит столько, такого нет, это все настолько индивидуально, это зависит от того, какой фильм, да, это там независимый фильм, там фестивальный фильм, или это студийный фильм, какого плана студийный фильм, да, какой-нибудь там малобюджетный, или мы обсуждаем там Marvel, бюджет которого там 300-400 миллионов долларов. Это же совершенно разные ценовые категории, да, или, например, Тиви-шоу то же самое, какого плана Тиви-шоу, да, если это комедийное шоу, они идут там по 25 минут, это будет одно, если это что-то типа там какое-то очень большое, крупное, с хорошим бюджетом шоу, это тоже будет другое, вот, дальше есть royalties, это то, что вот эти композиторские проценты, которые ты получаешь, когда твой фильм или шоу, он выходит, да, там в кинотеатрах, по телевидению, вот, это тоже очень зависит, в зависимости, если обсуждается, предположим, фильм, например, Америка, ты не получаешь вот эти вот композиторские проценты за фильмы, которые идут в Америке, ты получаешь только то, что идет вне Америки, да, вот, поэтому, если фильм вышел только в американском прокате, ничего от этого не получишь, если обсуждаются сериалы, да, там, ТВ-шоу, это зависит от того, на каком канале, есть там каналы, которые называются вот такие вот Networks, типа Fox, CW, ABC, NBC, это будет один композиторский процент, есть кабельные каналы, которые будут совершенно другой композиторский процент, который ты получишь, поэтому нету одного ответа на этот вопрос, это очень зависит, очень. Скажи, пожалуйста, вот, может быть, последний вопрос от меня, что смотришь, что нравится, что не нравится, фильмы, сериалы? Абсолютно все, за ужином, это единственное время что-то посмотреть, действительно, абсолютно все, очень много классного, очень много интересного, вот. Что из последнего понравилось? Что из последнего? Это как-то сразу сложно, так даже и не вспомнить. Да, вот это всегда тема, когда ты знаешь, своего любимого композитора. Да, ты так все время вот смотришь что-то, а когда так вот, он да спот, никогда ничего не вспомнить. Ух, я реально, я сейчас не соображу, действительно. Это происходит вечером, за ужином, когда мозг, он отключен, поэтому это уже не вспомнить. Слушай, ну, еще последний вопрос, на сакральный, это вечная история в этих разговорах, разговорах композиторов, про референсы, про референсы, про то, что, ну, мы немножко поговорили уже про это, просто кого, кого не было. Грубо говоря, то, если, если вот режиссер, ну, просто вот настаивает, ну, вот, то же самое мне сделай. Была ли у тебя такая история, и как ты ему даешь пинок, молодстань? Ну, как бы, хороший вопрос, да, действительно, есть вот такой вот темп score, да, это музыка, которая, либо редактор, либо режиссер, ставит в монтаж, чтобы они могли работать над монтажом и просто иметь более хорошее представление о том вообще, что у них получается. Это музыка, которая вставляется еще до того, как задействован композитор, да. Вот, кстати, в Ведьмаке у нас такого не было, почему? Потому что у нас очень много музыкок было написано еще до процесса монтажа, поэтому они максимально использовали нашу музыку, которая уже была написана к Ведьмаку, поэтому у нас вот этого вопроса не было. Если ты сталкиваешься как композитор с этим, ну, бывают действительно случаи, что режиссер вот, вот я хочу вот именно вот так вот, да, ну, вот именно вот так вот легально это, во-первых, не получится, да, потому что иначе можно попасть в не очень хорошую легальную историю. Надо просто понимать, что вот из этой конкретно музыки, что так цепляет режиссера, что конкретно в этой музыке ему так нравится, да, какая-то эмоциональная составляющая, или может быть какой-то специфический инструмент, который ему так нравится, да, или может быть это какая-то harmonic progression, ну, я не знаю, может быть, то есть надо понимать, что вот это за элемент, который его так цепляет, и когда ты можешь вычленить этот элемент, может какой-то ритм, да, там какой-нибудь, там грув ударный, который ему безумно нравится, поэтому когда ты сможешь найти вот этот элемент, если режиссер прям зациклен на конкретно этой музыке, да, тогда проблем не будет. Очень часто бывает так, что на самом деле, как бы меня temp score вообще не беспокоит, а очень даже радует, потому что если у меня есть сжатые сроки, если режиссер грамотно подошел к выбору temp score, то мне это просто сразу же дает очень хорошее представление о том, что мыслит режиссер и как бы какие у него идеи там в жанровом плане, в плане вообще развития этой музыки, да, поэтому это то, что можно совершенно использовать как бы к твоему benefit, вот. Понятно. Был ли у тебя опыт работы с продакшенными библиотеками? Не, ну конечно, разумеется, библиотек у меня много, я чуть-чуть уже об этом затронула разговор, у меня нет каких-то конкретных библиотек, которые я использую, не, ну конечно есть, да, конечно, там Speedfire, у меня там много Speedfire струнных. Не, наверное, имеется в виду, наверное, имеется в виду, типа, знаешь, сервисы, которые музыку продают. А, в смысле library music? Нет. Я не знаю, сейчас вот я жду, может быть, уточнение какое-то. Хорошо, если это обсуждается именно library music, то нет, я с этим никак не связана, потому что это чуть-чуть другая профиля, это, ну понятно, что это тоже композиторская профессия, но это чуть-чуть вот такая вот другая своя ниша, поэтому я просто этим не занимаюсь. Понятно. Если этот вопрос. Я тебе хочу сказать огромное спасибо, желать тебе хорошего дня, потому что у тебя утро. У меня утро, да. И хорошая погода, в отличие от Москвы, где весь день лил дождь и до сих пор льёт. Поэтому я тебе такие вопросы задавал негативные. Ну, я так и поняла. Я их пыталась в позитивное русло перевести. Так, я надеюсь, что нам удастся пообщаться в реале в скором времени. Надеюсь, что всё скоро это закончится. Я очень рада. Здоровья тебе, новых проектов, и продолжай нас радовать своей музыкой. Ура, спасибо вам огромное. Мне было очень приятно с вами всеми сегодня пообщаться. Ребята, всем спасибо за вопросы. Очень хорошие, очень интересные вопросы у всех. Я надеюсь, что я всем максимально ответила, насколько возможно. Если невозможно, давайте все идите в мой инстаграм, задавайте там, я максимально по возможности отвечу, если есть ещё вопросы. Так что всем огромное спасибо. Я очень рада была со всеми увидеться. Если всё у нас сложится с концертами, если вообще, в принципе, концертная деятельность возобновится к следующему году, то очень возможно, что я приеду в Россию с концертами. Поэтому приходите все и пообщаемся лично. Спасибо огромное. Сейчас вот Настя, видимо, хочет слово сказать, включила микрофон. Да, большое спасибо всем, кто присоединился к этому нашему онлайн-мероприятию. Большое спасибо всем, кто ответил на небольшие наши вопросы, которые мы пустили буквально в начале. Соня, огромное вам спасибо за то, что уделили нам своё время. Мы бесконечно благодарны. Будем рады позвать вас ещё, когда возникнет повод. Живём. Вот, и, в принципе, на этом прощаемся. Напоминаю единственное нашим слушателям то, что, как я уже сказала, Николай является сокуратором программы композиторов кино Московской школы кино, поэтому мы тоже открыты и готовы помогать композиторам здесь, в России. И следите за нашими новостями. Набор на программу у нас уже идёт. Спасибо. Всем огромное спасибо. Всем счастливо. Пока-пока. Пока.